Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в городе Уфа, Россия. В то время мать певца Светлана состояла в браке с Валерием Клементьевым, но имела роман с Виктором Губиным, талантливым карикатуристом. Позже в семье появилась дочь Анастасия, биологическим отцом которой также стал художник. Дети получили фамилию Клементьева и воспитывались отчимом, пока супруги не развелись. В 1981 году Светлана Губина и Виктор поженились и вскоре переехали в Москву. В столице семья жила в небольшой съемной квартире. В юном возрасте мальчик начал помогать родителю зарабатывать деньги, он также рисовал карикатуры, которые относил в журнал «Крокодил». В школе Андрей учился настолько хорошо, что отец решил перевести ребенка из второго класса сразу в четвертый. Этот шаг негативно повлиял на успеваемость мальчика, особенно тяжело ему стало даваться математика. Сказывались также постоянные переезды и смена школ. Губин не успевал привыкнуть к коллективу и обзавестись настоящими друзьями. В школьные годы подросток увлекся спортом. Сначала хобби стали шахматы, а несколько позже футбол. Им Андрей занимался профессионально и даже попал в сборную Москвы, но из-за перелома ноги навсегда пришлось забыть о спорте. Впрочем, довольно скоро Губин переключился на музыку. О карьере певца он мечтал с детства, но очень стеснялся дефекта речи картавости, которая недопустима для артиста. Мать поддержала сына в его стремлении и отправила парня к логопедам, благодаря чему к 15 годам артист уверенно выговаривал букву «Р». Первое стихотворение Губин сочинил в том же юном возрасте и посвятил его Виктору Губину. Музыкальную карьеру Андрей начал благодаря отцу, тот купил будущему артисту первую гитару. На игровые аккорды, школьник стал сочинять произведения. В 1986 году Андрей написал песню «Мальчик-бродяга», которую исполнил на молодежной телепрограмме до 16 и старше. На шоу подросток попал совершенно случайно, его услышала главный редактор Тамара Павличенко и позвала в программу. В молодости Андрей серьезно вдохновился духом свободомыслия и в основном старался писать политические песни. Из-за своего мировоззрения и взглядов он нередко дискутировал с учителями, что в дальнейшем негативно сказалось на оценках по некоторым предметам. Кое-как окончив школу с несколькими двойками в аттестате, Андрей поступил в Гнесинское училище. Учеба оказалась утомительной и скучной для молодого артиста, и вскоре он бросил образование. К тому моменту отец будущего певца Виктор Викторович наладил в Москве бизнес, стал вице-президентом торгово-сырьевой биржи и обладателем нескольких звукозаписывающих студий. Подобное улучшение условий жизни семьи Губиных позволило Андрею начать свою карьеру в музыке и сосредоточиться на творчестве. Первый альбом «Я бомж артист» издал в 1989 году ограниченным тиражом в двухстах копий. Главной темой пластинки стала проблема с жильем, которую испытывал Андрей в юности из-за отсутствия московской прописки у матери. Следом вышли еще два неофициальных диска «Ава Мария и Принц и Принцесса». Эти пластинки считаются раритетом среди поклонников творчества Губина. Настоящую славу и популярность Андрею принесло выступление на конкурсе «Песни Славутич-94». Там талантливого артиста заметил певец и композитор Леонид Агутин, который предложил помощь в записи пластинки. Это сотрудничество стало ключевым в музыкальной биографии певца. Губин и Агутин изменили аранжировку и отправились на запись в студию Твери. В 1996 году вышел первый профессиональный альбом артиста под одноименным названием «Мальчик-бродяга». Популярность молодого исполнителя взлетела до небес, он стал кумиром молодежи и обзавелся огромной толпой поклонниц, которые буквально по пятам следовали за артистом во время съемок клипов и концертов. Через два года Губин порадовал поклонников новой пластинкой под названием «Только ты» с заглавным треком «Птица». В 1998 он поехал на гастроли в поддержку своей новой концертной программы, включив в тур не только города России, но и Украины и Беларуси. Успех второго альбома во многом превзошел популярность дебютной пластинки. Практически все песни стали хитами и долгое время занимали лидирующие позиции российских хит-парадов, а также побеждали на песне года. Имя Андрея Губина было у всех на слуху, на концертах собирались полные залы. В 1999 году Андрей отправился в Канаду для записи англоязычного альбома, целью которого было покорение западной публики. Впрочем, с записью пластинки не сложилось, далекая Канада показалась артисту слишком спокойной и скучной для написания нового материала. Так и не создав ни одной англоязычной песни, Губин вернулся в Россию, где сразу же выпустил песню «О тебе мечтаю я». Композиция, как и все произведения певца, мгновенно взлетела на верхние позиции плейлистов, напомнив слушателям о талантливом артисте. В 2000 году вышел третий альбом Андрея «Было, но прошло». Поклонники крайне тепло приняли новую работу Губина, чего нельзя было сказать о музыкальных критиках. Несколько песен из диско они назвали откровенно слабыми и проходными, что серьезно задело певца. Над следующим альбомом исполнитель работал в течение двух лет, иногда издавая яркие хиты. Одержимый идеальностью, музыкант отменил релиз одной из песен и клипа к ней, посчитав, что они еще не совсем готовы. В 2002 году свет увидел четвертый студийный альбом «Всегда с тобой», который стал весьма успешным и популярным, как и предыдущие работы певца. Андрей продолжил выпускать клипы и новые песни, но через два года издал не новый альбом, а сборник своих лучших композиций под названием «Время романтиков». Андрей записал несколько песен в сотрудничестве с другими музыкантами. В 2003 году вышел трек «Я всегда с тобой» и клип к нему, записанный вместе с Ольгой Орловой. В 2004 появилась композиция «Те, кто любит», которую Губин исполнил вместе с группой «Краски». Также с 2004 года он стал писать песни для других российских исполнителей и занялся продюсерской деятельностью. Андрей – автор популярного хита «Ла-ла-ла», который открыл дорогу сольному творчеству Жанны Фриске. Губин также стал продюсером начинающей певицы Юлии Беретта и группы «Обратите внимание». Проблемы в личной жизни вергли Губина в творческий кризис. В 2008 году дискографию артиста пополнил сборник песен, где присутствовала только одна новая композиция Лена, которая не пользовалась особой популярностью. В диск также вошли давно известные и любимые поклонниками треки Лиза, «Ночь, зима, холода», «Милая моя далеко», «Мальчик-бродяга», «Танцы», «Девушки как звезды» и другие хиты исполнителя. Несмотря на растущую популярность в начале нулевых, Андрей продолжал переживать из-за своей внешности, как утверждали многочисленные статьи. Певец стеснялся низкого роста, 166 сантиметров, но любовь публики постепенно помогла ему справиться с комплексами. Вера артиста в себя подорвалась после выхода скандальной песни «Ниже ростом только Губин» в исполнении фабриканта Антона Зацепина. Автором песни стал Игорь Николаев. Андрей собирался подавать в суд на Первый канал и на исполнителя, но потом решил, что вызовет на рукопашный бой Николаева, даже арендовал для этих целей зал. Автор песни вызов отклонил, чем очень разочаровал Губина, уверенного, что он побьет Игоря. Пасней Зацепин признался, что испытывает стыд за издевательство над певцом, у которого и без того масса проблем, но списал этот выпад на непонимание закулисных интриг шоу-бизнеса. В 2017-м, будучи гостем ток-шоу «Прямой эфир», певец признался, что на него готовилось покушение. Это, по словам артиста, произошло в Сочи. Андрей попал в ДТП, когда ехал в такси в автомобиль с певцом, внезапно врезалась другая машина. В программе Губин сообщил, что столкновение было запланированным. Также исполнитель добавил, что это не первый случай подлянок в его сторону. Впрочем, домыслы вокалисты не убедили публику, гости в студии не поверили знаменитости. В том же году объявился некий молодой человек Максим Кваснюк, назвавшийся внебрачным сыном Андрея. Парень пытался выстроить музыкальную карьеру под псевдонимом Макси, что и послужило поводом для обвинений в пиаре на имени знаменитого отца. Кваснюк в ответ заявил, что ему от Губины ничего не нужно. Представитель начинающего артиста сочла монтаж программы «Звезды сошлись», где повстречались оба певца, некорректным и искажающим интервью Максима. Сам Андрей усомнился в отцовстве и предложил разрешить проблемы в суде. В тот раз певец отказался проходить ДНК-тест и согласился только спустя 4 месяца, на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Результаты экспертизы подтвердили сомнения Губина между мужчинами нет родственных связей. В начале десятых музыкант отошел от творчества, ссылаясь на болезнь. Певец начал жаловаться на боли в теле и постоянный зуд. В некоторых изданиях появилась информация о том, что врачи обнаружили у вокалиста заболевание нервной системы левостороннюю прозапалгию лица. Причиной недуга стали постоянные переутомления и стресс. Андрей испытывал частые приступы мигрени. Помогал спорт, артист катался на велосипеде, ходил в тренажерный зал, играл в шахматы, чтобы развивать интеллект. В студии шоу «Прямой эфир» Губин рассказал, что начались проблемы со слухом. В 2007 году в жизни Губина произошла трагедия «Умер отец». Певец тяжело переживал потерю, которая губительно сказалась как на творческой карьере, так и на жизни в целом. В 2010-м музыкант официально стал безработным. От публики не смог укрыться изменившийся облик кумира 90-х. В ток-шоу Андрей выглядел постаревшим и осунувшимся. Поклонники забили тревогу, считая, что виной всему нервное истощение артиста и его затянувшаяся депрессия, неудачи в личной жизни. Однако близкие и друзья исполнителя высказали недоверие к поставленному медиками диагнозу. Большинство из них придерживались мнения, что внешние метаморфозы произошли с Губином из-за алкоголизма. Официальный сайт певца не обновлялся с 2015 года. Артист исчез из медийного пространства. В 2016-м Андрей дал редкое интервью журналу StarKit. Он рассказал о своем одиночестве и творческом кризисе. В конце 2016 года фанаты сфотографировали Губина в аэропорту. Он изменился практически до неузнаваемости и, по признанию поклонников, стал выглядеть гораздо лучше, чем раньше. В январе 2019 года Андрей появился в программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой однажды вечером, где вновь рассказал о состоянии здоровья и признался, что очень хотел бы вернуться на сцену, когда придет в физическую форму. При этом студия и ведущая поддерживали певца, восхищаясь его талантом. В том же году продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выступил с заявлением о том, что загадочная болезнь вокалиста носит психический характер. При этом Разин подчеркнул, что певец не употреблял наркотики, не делал пластических операций. По словам продюсера, исполнитель жил на авторские отчисления. Этого хватало, так как песни Губина до сих пор ротируются на радио. Продюсер предлагал артисту записать несколько новых работ и даже забронировал студию, но Андрей неожиданно уехал в Азию. Еще в декабре 2019 года саунд-продюсер Тарас Ващишин сообщил в интервью, что Губин планировал вернуться на сцену и даже готовит новый музыкальный материал. Также он рассказал, что артисту удалось справиться с постоянными лицевыми болями, состояние значительно улучшилось. На вопросы о концертах и гастрольных турах мужчина ответил, что эти мероприятия должны осуществиться, но их точные сроки неизвестны. В январе 2020 Андрей опроверг эту информацию, сказав, что не собирается продолжать музыкальную карьеру, сотрудничать с продюсерами и концертными директорами. Осенью общественность оказалась встревоженной новостью о том, что певец пропал. Вскоре после такого заявления СМИ опубликовали информацию о том, что пропавший нашелся. Данные поступили от друга певца, бизнесмена Владимира Бурмякова. Последний рассказал, что исполнитель находится в Египте и не планирует возвращаться в ближайшее время. По словам предпринимателя, артист улетел на курорт сразу после того, как открылись границы, до этого закрытые из-за коронавируса. В 2021 году стало известно, что Губин вернулся в Россию из Египта, где проходил лечение. В интервью певец признался журналистам, что терапия ему не помогла, боли не ушли, и чтобы их приглушить, он вынужден постоянно двигаться. Несмотря на трудности со здоровьем, артист не оставил творчества у певца, появился новый рабочий материал. При этом исполнитель старался держаться подальше от публики. Пресса приписывала Губину многочисленные романы как с его подопечными, так и с коллегами по шоу-бизнесу. Однако сам певец неоднократно заявлял, что выстроить длительные отношения не получалось. Для меня главное в женщине я должен видеть мать своих детей, а после сексуального партнера. Мать своих детей я видел в трех девушках. Одна из них от меня ушла. Вторая обладала настолько волевым характером, что я понимал она меня поломает. В третьей девушке, в которой я видел мать своих детей, я не видел сексуального партнера. В личной жизни певца первой настоящей любовью, которую он хотел повести под венец и назвать женой, стала Лиза Саутина. С ней Андрей случайно познакомился в метро, на тот момент молодому человеку было 19 лет. Между молодыми людьми завязался роман, влюбленные стали жить вместе, но из-за постоянных гастролей и напряженного графика работы Губина пара вынуждена была расстаться. Полтора года просуществовал гражданский брак Андрея и Люси Кобевко. Девушка выступала на подтанцевке и в дуэте «Карамель», который музыкант продюсировал и для которого писал песни. Сейчас артист называет те чувства настоящей любовью. В течение четырех лет после разрыва Губин не испытывал даже легкого интереса к противоположному полу, постоянно возвращаясь в мыслях к бывшей девушке. В цикле программ 90-е, вышедшем на канале ТВЦ, Губин рассказал еще об одной любви, которая навсегда осталась в сердце, об Анастасии Старыгиной, дочери Игоря Старыгиной и сводной сестре Анны Ордовой, снявшейся в клипе Лиза. Настя, по словам Андрея, казалась такой умной, что претендовать на ее внимание артист постеснялся. Впоследствии Губин признался, что разочаровался в женщинах. Они либо врали, по словам артиста, либо сливались, как только узнавали, что музыкант был вынужден уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. Сейчас артист трезво оценивает свое положение и говорит построить серьезное отношение с женщиной ему непросто. Из-за постоянных болей характер стал вредным, и не каждая выдержит такой образ жизни. Однако от отсутствия внимания певец не страдает. Андрей иногда встречается с девушками, поскольку без влюбленности творить, по его словам, невозможно. Артист не ведет страницу в Инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской, но в этой соцсети есть фан-аккаунты, посвященные творчеству вокалиста.